Ом Ти Ви Юэй, про Головне. Жены гордятся своими мужьями, хоть и со слезами на глазах. Я горда за своего мужа, что он у меня патриот своей страны. Он у меня пример для двоих наших сыновей. Победа будет за нами, враг будет разбит. Ребята, ничего не бойтесь, все будет хорошо. Все вернемся домой, живые, здоровые, все будет отлично. Наши ребята достойные, они все победят и вернутся все живы. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы родственники мобилизованных ребят 247-го полка города Ставрополя. Обращаемся лично к вам в связи со сложившейся ситуацией. Наши мужчины полгода находились на левом берегу Днепра от Херсона, на первой линии. Хотя документально они находились в Армянске. После взрыва Каховской ГЭС их расположение затопило. Затопило все, от окунирования до боевых комплектов. Парней перевели на другое направление. Не дав отдохнуть, отправили сразу в бой на первую линию. Без рации, обмундирования, поддержки авиации и артиллерии. Уже в первые сутки их разбили. Есть много погибших и раненых. Но есть уцелевшие ребята, которые выходили на связь. Мы знаем, что они ранены, контужены. Им необходима медицинская помощь. Командование планирует и дальше отправлять остатки батальона в бой на первую линию. Мобилизованные не были в отпуске. При обращении по телефону в часть, одну из жен ответили, что весь полк пал на поле боя. Но мы знаем, что это не так. Они живы. По официальным данным, ребята находятся на третьей линии фронта. Но по факту их отправляют на линию соприкосновения, где постоянно проходят неравные столкновения мобилизованных против профессиональных иностранных наемников. После обращения в военную прокуратуру поступили угрозы от командира Ильяса. Помогите разобраться в данной ситуации. Дайте шанс на спасение наших мужей, отцов и братьев. Поддерживаем. Причем здесь Россия-то? Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих в Лаосской, в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожных и Запорожской областях Украины референдумов. Говорю о покушении на руководителя провозглашенной Лаосской, Луганской народно-демократической республики и власти Украины, и провозглашенной Лаосской, Луганской народной республики. Из-за проходящих в Лаосской, в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожных и Запорожской областях Украины референдумов. Счастье – это когда ты прав и смел. И люди на этих территориях именно такие. И мы с ними навсегда. Победа за нами! Чеченский царек ржет над паствой Путина. Да, моя семья обеспечена, но у них машины есть, деньги есть, но все есть. А у вас ни хрена ничего нет. Фашист Дугин видит такую картину будущего России. Чтобы решить демографическую проблему России одним ударом, надо просто разом перейти от модерна к традиции. И все. Города будут немедленно расселены. На земле сложатся крепкие православные семьи со множеством ребят. Разводы, не то что аборты, будут запрещены. Их не будет. Нельзя и все. Женился, будь добр, так и живи до смерти. Раньше надо было думать. За блуд, костер, за кражу, повешение, за хулу на царя, вечная каторга. И только тонкий гул знаменных распевов над святою Русью, без конца и края. Всемирную славу. Черные стрелы монашеских шествий, тихое напряженное сопение пахаря и храп статного сытого коня. Пронзительный запах парного молока в тумане. Вода и хлеб. Осел и бык. И хороводные фигуры русского солнца. Дружины и семьи, полки и веси. И царь. Чтобы всем было радостно и покойно. Смело и весело. Для этого царь. Одним словом, дурдом. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Да, и кстати, жена Скобеевой, депутат Госдумы и телелгущий Попов, мечтает себя увидеть в прекрасной России будущего. Ну пусть мечтает. Мечтать не вредно. Что будет через 10, 20, 30 лет? Нам нужно понимать, о чем мы будем ездить, о чем мы будем питаться. 30 лет назад, 30 лет назад, что представлялось себе Китай? Посмотрите сейчас. Посмотрите сейчас. Даже хотя бы с точки зрения технологий и количества компаний, которые выпускают автомобили. Так кто с нами будет разговаривать, если мы не одержим победу? Киев как таковой мы победили в первую неделю. Мы его, напомню, ну просто в Гастомеле уже были, везде были. Взяли фактически, да? Конечно, суть это в том, что когда ты берешь с собой военную форму, то ты должен пройтись по Крещатику. А Ирпень и Крещатик это то же самое? Киев они не взяли. Под Киевом они как раз взяли. Что касается патриотов, тут, конечно, не надо недооценивать не только технические характеристики этих систем, но и сам факт. На наших с вами границах, на границах России, появляются системы противоракетной обороны США. Абсолютно. То, с чем мы, в принципе, боролись огромное количество лет. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Слава России! Нам сказали, идите лесом. Ну мы и пошли. Ну мы и идем до сих пор. Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все. И желаем одного, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО, дружественной для России государством. Когда вся Великая и Малая и Белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная. На подходе Грузия, отказавшаяся участвовать в санкциях. Но что будет с Прибалтикой, сами можете догадаться. Примите, пожалуйста, благословение. И будем все расходиться по домам для Келейной молитвы. О победе над темной ордой фашистской. Слава тебе, Боже! Ну о чем переговоры? С кем переговоры? Ну главное, о чем? О чем мы можем договориться на данном этапе? Армии, вы говорили, что проблемы решаются или они уже решены. Но тем не менее, поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается. Обращения поступают к военкорам. Кому верить? Отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой? Верить никому нельзя. Только мне можно. И свою, и свою. Вопрос будет заключаться в том, чья экономика дольше будет держать доходную составляющую. Украинская основная экономическая база, в том числе, является сельское хозяйство, сельскохозяйственная составляющая. Это очень важный фактор. Особенно, потому что зерновая сделка сейчас надействует. То есть она отменена, но зерно из Украины поставляется. За счет снижения импорта происходит, соответственно, рост дефицита. А, соответственно, на фоне высокой денежной массы это приводит к росту инфляции. Поэтому для инфляции это очень важная проблема, которую необходимо... Что делать будем с ней? Есть разные рецепты.